Спасибо, что меня пригласили. Я первый раз выступаю здесь на Малом Мехмате, и на самом деле, я боюсь, что у меня будет очень простая лекция. Я буду говорить о простых и совсем вещах, я посмотрел, о чем другие люди говорят. Нет, у меня будет гораздо проще, мне даже как-то неудобно немного. Значит, о чем пойдет речь? Вот представьте себе сферу, обычную сферу. Ну, если угодно, это футбольный мяч. Вот. Значит, на этой сфере, сфера каким-то образом разбита на области, которую можно называть граммами. Ну, вот, например, на этом мяче, вот это то, что красным обведено, это на самом деле по швам, я просто провел флоймастером, чтобы было видно. Значит, все разбито на такие вот области. Вся сфера. Вот. А теперь, представьте себе, что по границе каждой области... Ну, вот. Ну, вот и по границе каждой области... Вот он, например, мячик. А, как он разбит на второго области... Вот. Необязательно так симметрично, то есть, как раз не разби, а не мяч. И по границе каждой области столкуют муравьи. Муравьев у нас столько же, сколько областей. По границе каждой области столкуют один муравей. Ну, как-то так. Каким-то таким образом. Причем, мы можем предполагать, что каждый муравей полосок отходит в свою область против часовой стрелы. Против часовой стрелки. По границе. Ну, в общем, и все. Так стоит нормально. Значит, пусть он ползет без остановок. Ну, без разворотов там, без всяких мудрости. В общем, честно ползет. Ну, и там, не боится придираться. Пусть он обходит свою область за конечное время. Возможно, разное для разных муравьев, но разное. Муравьи вот так вот честно ползут, обходят в своей области. И получается, что тогда какие-то два муравья обязательно устрелятся. Ну, я... Сейчас. Значит, во-первых, давайте я чуть-чуть... Примерку приведу стремать, потому что стало понятно, о чем я говорю. Значит, ну, мы представим себе самую простейшую ситуацию, когда у нас сфера, ну, разбита просто на две области. На два полушария разбита экватором, на два полушария. Ну, тогда, значит, у нас есть два муравья. Один обходит южное полушарие по этому экватору, а другой северное. Ну, по тому же самому экватору. Значит, здесь вопрос в том, что они идут против часовой стрелки относительно своей области. Против часовой стрелки это означает, что, ну, их... Ну, область вот этого муравья остается от этого муравья по левую руку. Ну, вернее, по левую лапу или... У муравьев есть по левую ногу, да. Значит, тут по левую ногу остается. То есть, в этом примере это означает, что они ползут вообще-то в разные стороны. Значит, тот, который обходит по экватору северное полушарие, он, соответственно, ползет туда, ну, направо на этом рисунке, а тот, который обходит южное, налево. Левая лапа, она в разные стороны, направо. Вот. Ну, значит, они ползут по окружности навстречу друг другу, и понятно, что, конечно, они когда-то встретятся. Это очевидно. Вот, мнение очевидно, что то же самое происходит для любого разбиения сферы. Для любого разбиения сферы. Давайте я только чуть-чуть более формально скажу, что значит разбиение сферы. Значит, разбиение сферы, вообще-то, вообще-то это ничего страшного. Это просто конечный граф. Конечный граф. Ну, надо, значит, пусть, по крайней мере, с одним ребром. И пусть для начала будет без тупикков. Таких штук нет. В большинстве не отдельно. Таких штук только одна дорога ведёт. И всякого у нас нет. Ну, тогда мне кажется, что всё все веро. Действительно, одна, по крайней мере, встреча произойдёт. Ну, давайте, я не буду доказывать, по крайней мере, пока эту лему не в том, что она сложно доказывается, а в том, что она, наоборот, просто доказывается. Просто, но не совсем очевидно. То есть я предпочитаю дать слушателям возможность подумать, почему такое происходит. В простейших примерах, там, так, можно всё перебрать, там, например, допустим, эта задача давалась на всяких олимпиадах, там, в каких-то простейших случаях. Ну, конечно, не в таком. Всё, совсем очевидно. А, допустим, когда, ну, уже не очевидно, когда сфера разбита на четыре области, ну, просто это тетраэдер. Значит, когда у нас есть тетраэдер. Ну, в порядке тетраэдер, представляете, это как сфера, значит, сфера разбита на четыре треугольника. И вот, соответственно, четыре треугольника, вы можете для начала вот в этом случае подумать, почему они обязательно в какой-то момент встречаются. Да, ну да, если вы поймёте, то, может, и в общем случае поймёте. Хотя, конечно, частным случаем не платить тем, что там можно всё перебрать и действительно убедиться, а вот в общем случае непонятно. Нужно какое-то общее рассуждение, вы попробуете придумать. Ну, я хоть что-то скажу позже, может быть, это да, там какие-то подсказки, значит, к этому образом можно рассуждать. Да, а говорить я буду, на самом деле, значит, не о том, как эта лемма доказывается, а скорее о том, как она применяется. Дело в том, что это было придумано не ради вот этих вот аминкратных задач, а ради некой высокой науки. Это применяется, как ни странно, в абстрактной алкете. И вот об этом, собственно, мы и поговорим. Но сначала я скажу пару слов о том, как это можно, как это утверждение можно обобщить и усилить. Давайте вскоре. Значит, первое выселение состоит в том, что на самом деле произойдёт не просто встреча, а то, что я называю полная встреча. Полная встреча означает вот что, что в какой-то точке встретятся все муравьи, которые вообще через эту точку когда-либо проходят. Ну вот, например, если это вот так, вершина степени 3, значит, здесь в какой-то момент встретятся три муравья. Вот три муравья, но этот обходил эту область против часовой стрелки, и этот обходил эту область против часовой стрелки, и тот, в этой вершине они оказались все две, например, вот это я называю полная встреча. Ну, это если в вершине, конечно, если это просто оригин, значит, тут действительно два муравья, это просто точка посредине дороги, то, ну, полная встреча по облегрению означает все муравьи, которые там проходят по этой дороге, не все, все эти два, по каждой дороге проходят два муравья. То есть, дорога разделяет две области, один обходит эту, другая обходит эту. То есть, на дороге полная встреча означает встречу двух, вершины степени 3, полная встреча означает встречу трёх, а вершин степени, там, десять, полная встреча означает встречу одновременно десяти муравьёв. Загода признается, что, знаете, я усилю, значит, не появится два, как я встретился, а произойдет полная встреча в какой-то другой. Вот это я докажу, вернее, вот это усиление, оно легко выводится из того, что было раньше написано, вот эта более слабая версия. Дело вот в чем, представьте себе, что происходит в какой-то точке неполная встреча, ну вот, например, вершина степени 3, но встречаются в ней два муравья, значит, этот полден сюда, этот полден сюда, а третий, ну, в этот момент находится где-то далеко, его тут нет, неполная такая встреча происходит. Отверждается, что просто, если происходит неполная встреча, то можно, можно и вообще, чуть-чуть изменив режим движения этих муравьев, нужно избавиться от этой встречи, потому что вот в чем дело, вот представьте себе, мы берем маленькую окрестность этой точки и чуть-чуть изменяем режим движения муравьев, вот именно вот в этой маленькой окрестности. Ну, маленькая она, маленькая по сравнению, там, с размером, все-таки, областей, с периметром, опять играть. Значит, вот в этой маленькой окрестности мы чуть-чуть изменяем, а именно мы делаем вот что. Значит, когда эти два муравья подползают к этой окрестности, подползают они все тоже, так же, как и пресс ползают, в шесткарном режиме. Но в этой окрестности, так, вот они подползают, давайте я нарисую. Значит, этот подполз сюда и этот подполз. А тогда, значит, смотрите, что нужно сделать вот этого муравья, и сказать ему, чтобы он побыстрее бы прополз эту опасную окрестность, он проползет, окажется здесь, ну, будет уже залезать, это же, ну, так сказать, близко к выходу, и в этот момент дорога освободится для вот этого второго муравья, и он проползет, это проползет, ну, вот этот опасный участок, окрестность вот этого опасного перекрестка, он проползет, когда ему никто не будет мешать. Я так скажу, потому что он пропустил. Понимаете, вот этот муравей Б, он, муравья А, может просто пропустить вперед, ему проползет от этого некуда, вернее, даже и везет, если везет туда, но он все равно, он пропустит его, а потом восстановит его. То, что потерял, он восстановит, как это уже должно быть здесь. В общем, выползут они из этой окрестности точно так же, выползут они в тот же момент, как мы раньше поползали, и выползут в тот же момент, как мы раньше поползали, но встречи не произойдет. Муравей Б намеренно не избежал этой встречи, поскольку он пропустил два муравья А. Понятно, да? Ну, и примерно то же самое происходит при любой крабности вершины. То есть, примерно для кратности 3, но там для кратности любой, то же самое можно и сделать. Когда какого-то муравья там не хватает, это дает возможность остальным друг друга пропустить. Друг друга пропустить и не встретиться, если они так не хотят встречаться. Но ничего подобного, конечно, сделать нельзя, когда встреча полная. Когда есть все три муравья, никто никого не сможет пропустить. Так сказать, возможно, они встретятся не все три вместе, ну, 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 значит, какие-то два уж точно встретятся. Таким образом, вот, как говорится, вот эта неполная встреча – это нестабильная ситуация. То есть, малым изменением режима движения этих муравьев ее можно вообще избежать. А полная встреча – это стабильная ситуация. Тут никаким малым изменением избежать ее не удастся. А полная встреча все равно произойдет. Возможно, в градности там 3, в градности 2, но все равно произойдет. Так что произойдет обязательно полная встреча. Да, это простое замечание, но, во-первых, оно, по сути, полезно для приложений, а, во-вторых, это, конечно, не очень важно, но оно позволяет избавиться вот от этого условия, что карта разбиения у нас без тупиков. Дело просто вот в чем. Вот, что такое тупик? Тупик означает в этой вершине степени 1. Значит, если сюда муравей заполз, то произошла полная встреча по определению. Это в вершине степени 1, и там находится один муравей. Павел, формально, по определению, это полная встреча. С кем он встретился? Непонятно, сам с тобой, наверное, он встретился, но он формально, по определению, это полная встреча. Так что я могу эти условия без тупиков убрать, но это просто будет означать. Если тупик есть, то доказывать особо нечего. Полная встреча действительно произойдет, когда-то в этом тупике муравей окажется, в данном случае вот этот муравей, когда-то сюда заползает, это будет полная встреча. Так, хорошо. И второе наблюдение, тоже усиление вот этой вот изначальной мемы, но усиление другого рода. В этом деле произойдет полная встреча, да не просто полная встреча, а по крайней мере две полных встречи. А, ну лучше так и более точно, когда произойдет полная встреча, встреча в двух точках, в двух разных точках. В двух разных точках сферы я сейчас напишу. Дело в том, что надо правильно понимать. мы считаем не то время, которое произошла встреча, не время встречи, а точку встречи. Вот этих точек полной встречи удерживается, что будет по крайней мере две. На всей сфере по крайней мере две. Ну давайте вот вот к простейшему примеру обратимся, да? Значит когда эти два муравья ползут по экватору… Понятно, что они по крайней мере в двух точках встретятся. Они ползут на встречу друг другу по окружности… По крайней мере в двух точках встретятся. Ну сразу что они... В какой-то момент они встретились. Ну дальше что произойдет. Дальше они ползут нам встречу друг другу и... И, конечно, пока до этой точки до ползет этот муравей, он обязан встретиться с этим. Потому что они на встречу друг друга ползут, ничего не делать. И важно, что без остановок, не может здесь стоять и ждать пока до этой точки, нет. Они ползут без остановок, так что обязательно встретиться, по крайней мере, еще в этой точке. В этом примере, как всегда, все ясно, потому что это самый простой пример. А, нет, это не самый простой пример. Самый простой вообще пример, это когда сфера разбита на одну область. Теперь, когда мы избавились от условий без тупиков, вверх в разуме. Самый простой пример, это вот что. Просто граф состоит из одного ребра. Граф состоит из одного ребра, вот он разбивает сферу на одну область. Это, ну, это все, все кроме этого поляка, все распространенная поверхность сверху. Значит, здесь ползет муравей, он обходит свою область против часовой следов. Ну, вот, это вот свет. То есть, он ползет сюда, потом ползет, заходит сюда, потом ползет сюда, назад. Вот, что он делает. Ну, и вот полная встреча происходит в двух точках, но это полная встреча вот такого выродного характера. Просто любой тупик, это и есть точка полной встречи, как я сказал по определению. Он там встречается вроде как сам с собой. Ну, да. Значит, вот и здесь мы видим по крайней мере две точки. Почему в общем случае будет по крайней мере две точки. Вот это я объясню. Ну, вероятно, я это вырезаю из того, что раньше было написано. Значит, потому что это тоже легко понять. Ну, что, почему? Почему-то верно. Почему-то я даже забыла. Ну, представьте себе, что полная встреча происходит, но только в одной точке. Только в одной точке мяч, значит, где мы уже встречаем. Вот таким полным образом. Давайте еще раз реализуем. Вот. Вот такая-то точка. Одна-единственная, где происходит полная встреча. В общем, вот в этой точке три муравья встречается. Одновременно там оказывается. Но такая точка только одна. Тогда можно себя представить вот, что... Вот. Опять. Возьмем и сделаем некое преобразование. На этот раз более сложно, но решить там более сложно. А именно... Ну, хорошо. Если так может быть, возьмем две такие сферы. Две такие одинаковые сферы. И... И давайте вот на этой второй сфере, на втором мячике, мы определим режим движения муравьев точно так же, но только с опозданием на минуту, допустим. Значит, две муравьев будут с опозданием на минуту. Все сдвинем на одну минуту. Вперед. Минута. Значит, такое минута. Минуты... Ну, это вопрос, конечно, масштаба. Что значит, минута? Ну, минута, я предполагаю, что это некая... Это величина, которая значительно меньше, чем то время, которое нужно муравью любому, чтобы обойти полностью в свою область. Ну, например, можно считать так, что каждый муравей обходит свою область за час. Ну, не обязательно ровно, у них может быть разные там времена, но... Ну, не меньше, чем за час. Каждому муравью нужно, по крайней мере, в час, чтобы обойти в свою область. Ну, тогда здесь годится минута. Значит, сдвинем режим движения муравьев на минуту. Ну, это означает, что в тот момент, когда эти муравьи встречаются, эти муравьи здесь, они еще... Они чуть-чуть запасывают, вот они еще... Они подходят к этой вершине, к этому опасному перекрестку, но с опозданием минуту, поэтому вот ровно в этот момент, они расположены, как и так. Ну, смотрим говоря, как-то так. Они еще не дошли до этого опасного перекрестка. Вот. А теперь... Ну, вот что. Зайдем, и вот в этом... Вернее, в обоих этих мячиков вырежем маленькие дырочки. Вырежем маленькие окрестности вот этих вот опасных перекрестков. Маленькие. Насколько маленькие? Ну, маленькие теперь уже по сравнению с этой минутой. Ну, запустим... Вот это вот... Вот это то, что мы вырезали, значит, каждый муравей здесь проходит это меньше, чем за секунду. Маленькие, по сравнению с минутой, меньше, чем за секунду каждый муравей там проходит. Совсем микроскопические дырочки. Но... И теперь... Слегка... Значит, вырежем их просто вообще. Эти дырочки здесь вырежем. Все отсюда стер. Муравьев. Ну, когда они сюда будут подходить, вместо этого вот эту там секунду они будут ползти просто по... Ну, по границе этой дыры. Ну, по границе этой дыры. Здесь сделаем то же самое. А теперь... Теперь возьмем эти две сферы и вот этими дырами склеены друг с другом. Получится нечто... Вот такое. Здесь вот это... Граница дыры, по которой мы склеили. Эти две сферы. Вот. Значит, то, что получилось... То, что получилось... Ну, посмотрите. Во-первых, это... Это тоже... Можно считать сферой. Конечно, она какая-то такая... Кривоватая. Ну, это два таких шарика. Но... Как говорят... Этопологически, это сфера. В том смысле, что... Ну, можно это дело надуть. И, так сказать, чуть-чуть так... Деформировать, расстянуть. Но получится... Получится все-таки сфера. Значит, это... Чуть не хуже, чем вот... Чем вот... Чем такая группа. Стопологически, как говорят, с точки зрения. То есть, точность, когда там была непрерывная деформация... Непрерывная деформация... Эту вот штуку можно превратить в сферу. Это... Ну, это более-менее очевидно. Вот так вот надуем, надуем и превратим. Но обратите внимание. Это важно все-таки... Не все, что угодно можно превратить Такой непрерывной деформации в сферу. Вот, например... Например... Если взять... Поверхность бублика... Ну, или там... Не знаю... Автомобильную... Ой... Велоспедную, наверное... Камеру... Если кому-то это ближе... Как-то так... Поверхность бублики... Велоспедная камера... Вот... Вот это... Это тоже такая поверхность... Как бы... Но... Она... Сфера отличается... Значит... Как ее не реформировать... Велоспедную... Велоспедную камеру... Сферу не превратить... Вдувай, не надувай... Значит... Сфера все равно не получится... Останется... Вот... Нечта... Типа... Да... Где... Изучают... Поверхность... И другие там... Эти вещи... Фигуры... Лад... С точностью... Вот таких непрерывных... Деформаций... То есть... Топологически... Топологически... Значит... У нас... Бывают... Ну вот... Поверхности такие... Замкнутые... Они бывают разными... Значит... Бывают сфера... Ну и все что угодно... Поверхность Тетрайда... Это тоже сфера... Ну... Можно... Неправильно... Продеформировать... И превратить... Поверхность Куба... Это тоже сфера... Но вот... Поверхность... Вот этого... Кубляка... Это не сфера... Непрерывную... Ее... Непрерывную деформацию... В сферу... Превратить нельзя... А... Сейчас нам... Немножко понадобится... Поговорить... О других поверхностях... На самом деле... Значит... Что бывает... Вот такие вот... Замкнутые... И... Ориентированные... Поверхности... По-научному... Бывает... Что еще может быть... Еще бывает... Вот... Скажем... Скажем... Вот такой тренгель... Ну... Поверхность тренгеля... Это тоже... Это... Это... Другая вещь... Вот эту вот штуку... Нельзя превратить... Непрерывные деформации... Ни в сферу... Ни в тон... Значит... Это... Это другое... Другая поверхность... Вот... Ну и... На самом деле... Вот это полное описание... Все такие... Ну... Компактные... Ориентированные... Поверхности... Ну... Как я сказал... Говорить точно... Ну... Это примерно... Все такие нормальные поверхности... Которые можно себе представить... Они... Выглядят так... Значит... Ну... Либо и так далее... Можно же... Рисовать... Такие... Штуки... Более схвозные... В общем... Вот... Все сводится... Любая поверхность... Она... Либо... Рывная деформация... Преращается... Либо в сферу... Либо в бублик... Либо вот... В такой... Грендель... Либо вот... В такой... Более сложный... Грендель... Ну... Ну... Вот это... Полное описание... Вот... Кстати... Вот... Как... Как... Скажем... Доказать... Что вот... Такую вот штуку... Нельзя превратить... Ну... И... Тор... Наслушайте... Для начала... Как доказать... Что Тор нельзя превратить... В сферу... Непрорывной деформации... Это... Ну... Понимаете... Это... Как и всякая задача... Значит... Вопрос состоит в том... Как... Почему нельзя... То есть... Если бы вопрос состоял в том... Почему что-то там можно превратить... В сферу... Ну... Вы просто предъявляете эту информацию... Как вы там воздуваете... И превращаете... А когда вас спрашивают... Почему нельзя... Это более хитрый вопрос... Надо... Ээээ... Надо понять... Надо понять... Вот... Чем они отличаются... Чем они отличаются... Чтобы это отличие... Оно сохранялось... При деформации... Ну... Ну... Не знаю... Наверное... Самое простое... Что можно... Придумать... Просто... Если... На сфере... Нарисовать... Замкнутую... Кривую... То она обязательно будет... Делить сферу на две... На две части... Вот будет вот эта... И будет все остальное... Любая... Там такая кривая... На деле сферу на две части... Хотя это не так просто... Доказать... Формально... Но это более-менее... Наглядно... Очевидно... А... Анатолий не так... Значит... Анатолий можно провести кривую... Ну... Как... Ну... Если хотите... Вот так... Она... Ну... Как видим... Она не делит тоже на две части... Потому что... Ну что... Если мы находимся по эту сторону... От этой кривой... Мы можем пройти вот там сзади... Вокруг этого обублика... И... И оказаться... На этой стороне... Она не делит... Ну вот... Отличие... Значит... При неприятных деформациях... Понятно... Значит... Кривая вот эта... Она будет как-то тоже там деформироваться... Но... Поскольку... Раз уж она делила... Значит... Она будет... По-прежнему... Будет делиться... Значит... Поэтому... Она... Вернее... Наоборот... Вот эта кривая... Раз она не делила... Она так и будет не делить... Ну... А с другой стороны... Если предположить... То есть... Вот этот тор... Мы непрерывно продеформировали... Открыватели в сферу... То есть... Кривая там непрерывно... Преформировалась... Превратилась... В какую-то кривую... На сфере... А кривая на сфере... Все-таки... На две части связаны... То есть... Противоречие... Примерно так... Это можно доказывать... Хотя... Должно сказать... Что это... Это... На самом деле... Это доказательство... То есть... Это доказательство... Но... Тут... Нуждается... В серьезной доработке... Первая трудность... И... Весьма тривиальная... Это... Почему... Почему... На сфере... Любая кривая... Сфера на две части... Ну... Это... Что на сфере... Тут же вопрос про кривую... Вот примерно... Один и тот же вопрос... Почему... Вот любая кривая... Такая замкнутая... Простая... Ну... Простая... Если... Сам... Тысячи... Я говорил... Про... Простые кривая... Любая кривая... Делит плоскость... Простая... Замкнутая... Но... Аккуратно... Это доказательство... Не так просто... Теорема жардана... Но... Это... Просто физикам очевидно, а математикам доказать бывает трудно. Но верно все-таки, это верно. Но тут на самом деле в реальности возникает проблема несколько другого рода. Проблема возникает в том, что проблема вот какая возникает в реальности. Часто мы знаем вот эту поверхность, мы ее как бы знаем локально. То есть представьте себе, что мы попали на какую-то планету. Мы не знаем, какую она форма. Вот мы стоим на этой планете. Она большая, ну то есть довольно-таки большая. И мы можем вообще-то ее все обойти, все обойти, там исследовать. Но каждый раз наш горизон, он маленький. Мы видим маленькую окрестность. Маленькая окрестность она всегда одинаково устроена. Это точно так же, как на Земле. Но вы посмотрите вокруг, ну увидите там достаточно большой круг. Ну или там не совсем круг, поскольку там рельеф, все эти горы. Ну что-то такое типа круга, вот мы увидим. Ну вот, не знаю, вот что-то вот такое. Что-то вот такое вокруг себя мы увидим. И так в каждой точке. То есть вот локально все поверхности, они устроены одинаково. Все замкнутые поверхности, они устроены одинаково. Значит нигде, ну так, ну вот если мы будем ходить, допустим. Ну представьте себе, что наша Земля тон. Я говорю, наша Земля тон. Кто мне опровергивает? Как это опровергивает вообще? Вот то, что наша Земля не является там просто кругом, как там в древности представляли. Там какой-то круг, такой остров, который там на первой шерепахе, в самом деле, что там стоит. Но это более-менее легко доказать, что это не так. Ну потому что просто вот по земле вы будете ходить, и нигде края этого не увидится. Если бы это был круг, где-то вы бы дошли до края. Где-то бы на том месте на край. А поскольку такого нет, значит нет. Значит наша Земля, конечно, это не круг. Так, это опровергивает. Вот теперь я говорю более хитрую вещь. Наша Земля тон. Пойдите, опровязывайте меня. Ну вот насчет того, что я раньше сказал, что на натуре есть кривая, которая, так сказать, не разграничивает. Ну в принципе можно, ну которая не делит на две части. В принципе можно так рассуждать. Ну предъявить вот эту кривую, показать, что она действительно не делит на две части. Замкнутую кривую, вот предъявить и показать, пройдя из одного, ну вот, с одной стороны на другую, перейдя там где-то и показать, что она нам приезжает в неделю. Можно, да. Но обычно, значит, проблема состоит в том, что мы знаем, все-таки вот мы вот так ходим, и мы знаем, как устроено все совсем локально. Во всех точках, но локально. И, ну хорошо, вот мы можем взять и составить там подробную карту нашей планеты. Представьте себе, что мы взяли, ну как это обычно в геонезе делают, там все разбили на треугольники, и составили такое вот описание нашей планеты. То есть мы взяли там, занумеровали все эти треугольники, все разбилось там на много-много-много тысячи треугольников, между ними там вот эти вот границы ребра, ну и сколько там оказалось, сколько там много, и мы взяли и поставили такое вот описание, значит, треугольник там номер 100, примыкают треугольник номер 58 по ребру номер 10. Вот это, как сказать, полностью описывает вот структуру вот этой поверхности. Ну, стопологические треопедрения полностью описывают. Но, ну так вот, хорошо, вот есть у нас это описание, вот мы его смотрим, как-как понятно, что, что получилось-то, что оно описывает в зорке или сверху, или может быть что-то более сложное. Вот самое простое, самая простая, самая простая проверка, это на самом деле, так называемая филеровая характеристика. Нужно просто посчитать, значит, если мы разбили сферу, разбили нашу поверхность, не обязательно на треугольники, на самом деле на что угодно, ну, на такие вот односвязные, как говорят области, разбили нашу поверхность, то надо, надо посчитать вот такую вещь. Это называется филеровая характеристика поверхности С. Хи от С обычно обозначают филеровая характеристика. Это просто, надо посчитать число вот этих областей, на которые поверхность разбила, ну, число треугольников, если хотите, если мы разбили на треугольниками, а могли не на треугольниками, что-то более сложное. В общем, число вот этих областей, вот сколько их там оказалось, тысяча, я сказал, тут будет тысяча. Да, значит, вот число этих областей, прибавим число вершин, ну, число вот этих вот, вот этих вот, наших, триангуляций, или, может быть, не триангуляция, а чего-то более сложного, число вершин, и вычистить число вершин. Если у нас есть вот этот вот АПЛОС, в нашей повестке вот это описание, тут нам почему-то примыкает, посчитать, это-то легко. То есть, вообще-то, нам почти ничего из этого описания не нужно, нам нужно просто посчитать, сколько там треугольников. Сколько треугольников, сколько рёдерных людьми, сколько вершин. Всё. Посчитать вот эту сумму, значит, число областей плюс число вершин минус число рёдор. И вот это полностью определить поверхность. Значит, для сферы, для сферы получится всегда двое, независимо от того, как мы разбили треугольники, какое вообще развеяние мы рассматриваем. Всегда получится двойка. Ну, а вот для этого, для этого получится минус четыре. Значит, для Кенделя получится минус два, для такого минус четыре и так далее. Чем больше таких вот, что ты нарисуешь, тем, соответственно, меньше получится, ну, вернее, более отрицательное число получится, да? Это минус четыре. Так. Вот это, кстати, ну, это часто цитируют. Я её когда-то доказал, но в такой форме, что если взять выпуклые многограни, посчитать число грани плюс число вершин минус число рёдор всегда получится двое. Ну, просто потому, что выпуклый многогранник, с этой точки зрения, с опологической точки зрения, это просто потому, что выпуклый многогранник, он устроен как сфера, в опологической эквивалентной сфере. Поэтому и получается всегда сбойка. Ну, многогранник с формитора, он получил с ноль, обязательно. Доказать это, на самом деле, легко. Это просто делается вот так. Но надо, просто имея какое-то разбиение, мы начинаем его упрощать и следим за тем, что происходит с вот этой вот эллеровой характеристикой. Вот, например, представьте, вот есть у нас, вот есть какое-то разбиение. Вот взяли какое-то ребро. Ну, во-первых, такое ребро можно просто стереть. Это опять получалось разбиение. Более простое. Более простое разбиение. Ну, а что произошло с эллеровой характеристикой? Ну, с эллеровой характеристикой произошло что? Что произошло? Число ребер уменьшилось на единицу, но число вот этих вот областей, грани, тоже уменьшилось на единицу, потому что вот эти две слились в одну. Значит, что произошло с эллеровой характеристикой? Ничего. Уменьшилось на единицу, слагаемое со знаком плюс, и уменьшилось на единицу, слагаемое со знаком минус. Ничего не произошло. Ну, и вот таким образом, упрощая, можно довести дело до такого состояния, когда все станет очевидным. Ну, вот для сферы там, ну, тут надо не только такие, на самом деле, упрощения, но, в общем, все равно какие-то простые упрощения, все это довести дело до состояния, когда у нас там не надо. Ну, искажить вот до такого состояния. А здесь посчитать непосредственно. Ну, вот здесь, наверное, вот одно ребро, допустим, вот. Одно ребро, одна точка. Одна вершина, одно ребро и две области. Сколько получается? Значит, получается два плюс один минус один. Два. Получается двое. Вот. Ну, и поскольку мы до такого, до такого простого состояния довели, не изменяем, я думаю, как ты видишь, что она, и для любой карты на сфере, для любого затеяния сферы, она получается двойка. Ну, вот, адоматура, соответственно, условно, опять упрощает, так или иначе, ну, такими преобразованиями с другими, то есть мы получим, доведем до какого-то совсем простого состояния, то есть считаем, да, получим мало. Ну, и так далее. Значит, вот, таким образом, элерно-карактеристика, это вот такой топологический, как говорят, вариант поверхности. Понимаете? При всяких деформациях, при раздуваниях там, не знаю, там как-то, ну,49 чего мы там хотели разбивать, ну, вот эту вот куски мы хотели разбивать и превращать в сферу. Ну, будем разбивать и превращать в сферу, но элерно-карактеристика-то не меняется, что бы, вот, здесь было разберение, оно оно превратиться в какое-то разберение сфер, когда оно было разбивалось. Так ведь? Ну вот, а значит, элеро-карактеристика осталась такая же, ну, значит, раз она двойка, значит, это сфера. Вот это правда, это довольно глубокая теорема, что все поверхности, ну, такие замкнутоориентированные поверхности, они полностью описываются элеро-карактеристики, но глубокая она в другую сторону. То, что, если вот у двух поверхностей элеро-карактеристика оказалась одинаковой, то они, на самом деле, превращаются равна в любую деформацию. Вот это что, не очевидно. А то, что элеро-карактеристики элеро-карактеристики не меняются при деформации, это как раз просто. Но это-то все странно. Хорошо. Так, так вот, значит, научились различать поверхность вот по таким локальным, как говорится, локальным вещам. Мы знаем локальную структуру и делаем какие-то глобальные выборы. Почти вся геометрия, ну, вернее, почти вся, но очень большая часть геометрии, она как раз вот этим занимается. Вот это вот самая такая важная геометрическая идея, что ли. Значит, когда мы знаем что-то локальное, мы хотим сделать говоды какие-то глобальные. Вот это подтверждение про этих самых муравьев, это тоже такого рода. Значит, без локальной информации мы их извлекаем в глобальную структуру. Видите, дано нам что-то такое локальное, как, ну, вот, видите, значит, как и муравей ползет, он ни в какой момент не останавливается. Вот это всё совершенно локальное, можно проверить, находя там до предела, вот он ползет, ползет, не обхватывая взглядом всю поверхность. Ползет и останавливается, да. А вывод глобальный, что вот где-то в какой-то точке поверхности, ну, в двух разных точках сферы произойдет обязательно полное столкновение. Да. Так, следующий вопрос, это мы хотим посмотреть, что происходит на других поверхностях. На поверхностях отлично, от всех. И, как это не странно может показаться, но никакого аналога такого утверждения нет, даже для Тора. Сейчас я попытаюсь объяснить, почему. Дело в том, что на Торе... Тут можно себе представить, например, такое разбиение Тора. Сейчас. Прежде всего я, наверное, могу сказать, что аккуратно мы подразумеваем под разбиением. Я сказал, что мы подразумеваем, но это я сказал только из атмосферы. Дело в том, что на Торе это не совсем так. Вот если мы нарисуем конечный граф, как там сказано, просто конечный граф больше, чем одним ребром. Ну, по крайней мере, одним ребром. Ну, не знаю. Вот нарисуем что-нибудь такое на Торе. Это не разбиение Тора. Вот по какой причине. На самом деле... Ну, на три области. Вот это раз, это два, а три – это все остальное. Но вот это вот все остальное – плохая область. Она, как говорится, не односвязная. Она устроена не как круг. Ну, тут вот есть вот эти вот кривые, которые не стягивают, которые не делят эту штучку на англичане. Вот этого надо избегать. Надо, чтобы каждая область была устроена, ну, примерно, как круг. Ну, как круг, как треугольник. Это опять стопологическая точка зрения – это одно и сось. То есть, вот это не разбиение Тора. А чтобы действительно получилось разбиение, надо вот что. Ну, надо, по крайней мере, как-то так провести и, по крайней мере, как-то поперёд провести. Вот это уже будет честно. Это будет разбиение. Значит, здесь возникнет раз-два, это три. Это четыре. Вот это уже будет честное разбиение Тора, и тут все хорошо. Но... А, я вру. Не четыре, а три, на самом деле. Это же одна и та же. Из этой области я могу попасть в эту, а попадя с лазерной штукой. Три, на самом деле, здесь области. Три области. И это уже честно разбиение. Каждая из этих областей, она устроена, ну, как, грубо говоря, как круг, ну, с топологической точки зрения это круг. Вот, так вот. Ну, и можно мы, конечно, даже более простой, вот эти две, на самом деле, были не нужны. Мы можем сделать вот такое разбиение. Вот этого достаточно. Свяжем одна область здесь. Одна область, но она вот охватывает весь торт. Это... Сейчас. Значит, смотрите. Вот если мы разрежем торт по меридиану, по параллели вот такой, что получится? То получится фактически квадрат, мы развернем этот торт, получится квадрат, у которого... Ну, чтобы свернуть обратно этот квадрат в торт, это надо свернуть его в такую трубочку, а потом это... То есть, соединить вот эти стороны, свернуть в трубочку, а потом соединить вот эти стороны, которые уже станут накручивать ее, трубочку свернуть в шторм. Вот, это просто, ну, так, собственно, тоже удобно представлять, это квадрат, у которого отсутствлены стороны. Верхние и нижние – это одно и то же. То есть, если мы идем, стоим на этом квадрате, идем сюда, то мы проходим сзади и выходим вот здесь. Вот верхние и нижние стороны – это этой стлины, и левая и правая – это этой стлины. Вот, ну, вот это разверт, который, да, таким образом мы видим, что тор у нас разбился на одну область, которая вполне себе хорошая, она представляет собой, ну, топологически это круг, это квадрат, но топологически это круг. Вот, а тогда, ну, посмотрите, значит, вот если здесь есть муравей один, раз область одна, значит, и муравей один, вот он обходит эту область по границе, все время оставляя, ну, все время против часовой стрелки, то есть оставляя область слева, вот он идет, идет сюда, 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 дальше по границе это туда, дальше сюда, ну и так далее. Обходит он ее, и ни с кем не сталкивается, ни в каком смысле. Так что тупиков, ну, с кем он может столкнуться, ни с кем, потому что сам с собой, сам с собой – это тупик. Тупиков-то тут нету, это, кажется, хорошее начнение. Для Тора аналогичное утверждение неверно. Если вы думаете, что это только для такой выраженной карты из одного области, да нет, конечно, всегда можно сделать карту и совсем нормальную, на треугольнике разбить этот Тор, если хотите, на много, ну, и сделать режим движения такой, что ни одной встречи не произойдет, ни полный, ни неполный, да. Вот таким образом получается, что вот это утверждение, которое написано, это основная мема, она верна для сферы, но не верна ни для какой другой замкнуто-ориентирной порядки. Это странно. Это странно, и на самом деле, если подумать, то можно и придумать, значит, как исправить тело. Такое действительно возможно, и для того, чтобы это сделать, надо немножко подумать. Вот смотрите, что здесь написано. Здесь написано на самом деле, вот в этом утверждении нашем, написано «мирная неравенство». Что написано? Написано, давайте я переписываю то же самое, просто я напишу в виде неравенства в явном виде. Значит, число вот этих точек полной встречи, точек, в которых происходит полная встреча, по крайней мере, на том числе. Да, естественно, здесь не убеждать, что ровно. То есть, это полная встреча, но по крайней мере он будет стоить. На самом деле, мы можем так реализовать, любое число, начиная с двойки, для сферы можно реализовать любое число, вот здесь полная встреча, начиная с двойки, ничего больше сказать нельзя, кроме того, что написано, кроме того, что вот написано, число точек полной встречи будет в равном двух, это для сферы. А для других, соответственно, для других поверхностей вообще ничего, для сферы только это. Но тогда, понимаете, в чем дело? Вот что такое неравенство? Неравенство, вообще-то часто в математике неравенство это просто в частном случае равенство, это следствие некоторого равенства, которое мы просто пока не понимаем. Ну вот, например, ну, например, там, все знают, что катет, короче, гипотенуза, это неравенство. Но это, на самом деле, следствие какого равенства? Кто не знает? Это, короче, гипотенуза, это следствие теории антифагора, конечно, потому что, значит, так сказать, да, гипотенуза, квадратный гипотенуза, это, значит, квадратный катет, плюс квадратный еще одного катета. Значит, на итоге получается, да. Из вот такого вот равенства следует вот такой вот неравенство. Ну и вот, как бы, вот можно себе представить, древние люди, наверняка же они знали, что катет, короче, гипотенуза, ну, что просто, что перпендигуляр, короче, на клон. Конечно, это из практики всем известно. Наверняка там еще первогодним людям было известно. Теории антифагора они не знали, конечно, но вот это неравенство они знали. Но вот так же, на самом деле, такая же ситуация и здесь. Мы сейчас здесь, как первогодние люди, мы видим неравенство, но не понимаем, откуда оно происходит. Так, и сейчас поймем, значит, на самом деле, звук то же самое, значит, это неравенство, это частный случай некоторого разница. Сейчас я попытаюсь объяснить, какого. Но, значит, давайте... Рыбская... Значит, то... Надо, на самом деле, делать вот что. Давайте предполагать для начала, что встречи вообще... Пусть у нас встречи происходят только в вершине. Движение, начиная с этого момента, мы будем предполагать, что движение у нас периодическое. Ну, пусть там с одинаковым периодом, все эти муравьи, они, так сказать, за час, ровно за час обходят свои области. До этого это было неважно, но, начиная с этого момента, пусть будет так. Движение периодическое будет предполагать. И будем еще предполагать, что вот эти встречи происходят только в вершинах. Это... Это... Ничего страшного. Встречи только в вершине. Сейчас я объясню. Дело в том, что... Это не есть какое-то ограничение, на самом деле. Первое, что есть, конечно, ограничение предполагания периодичности. А второе не есть. Просто потому, что... Ну, дело в том, что, если встреча происходит вот посредине дороги, на ребре, ну, поставим здесь вершину. Будет вершина степени 2. Ну, вот. Это... Это разрешено. Пожалуйста, значит, это самое. Пусть это будет вершина. Ну, поскольку тут все периодическое, значит, встречи вот этих вот конечное число, этих точек есть, ну, значит, добавим вот эти вот... В этих точках, где происходит встреча, поставим вершину. Объявим это вершину. То есть, достанется у нас конечный граф, и все будет хорошо. Вот. Это чисто технически угодно так считать, что это вершина. Вот. А теперь мы будем... Для каждой вершины мы напишем некую характеристику этой вершины. кривизной. Почему так? Я не знаю. Может быть, мне удастся объяснить попозже. Ну, не важно. Значит, для каждой вершины мы сопоставим некое число. Давайте обозначать его К от В, называть кривизной вершины. Это число сопоставляется, значит, по следующему правилу. В общем, это правило довольно-таки сложное, тут некая сложная формула должна стоять с правой части этого равенства. И поэтому я ее писать не буду, а из-за того, что она сложная, некрасивая. Но я сейчас объясню словами, но, правда, для некоторого частного случая, но не очень частного. Давайте предполагать еще. Это не важно, это просто не важно по сути, но важно для того, чтобы я мог сказать просто. Давайте еще предполагать, что вершины, все у нас вершины кратности не больше, чем 3. Степень вершины не больше, чем 3. Степень вершин. Степень, ну, это вот эта болезнь, сколько из нее стоит 3? Вот здесь 3, здесь 2. Степень 3, здесь степень 2, здесь степень 1. Но вот будем предполагать, что больше ничего не бывает, больше 3 не бывает. Степень вершин не превосходит 3. Будем предполагать для простоты. И тогда я просто в явном виде скажу, что я здесь напишу. Значит, ну, давайте начнем с вершин степени 1. Для вершины степени 1, вот вершина В, ну, ее привезду всегда в меру минус 1. Ну, это 1. Ой, 1, извините. Здесь делаем, скажем, что это 1. Для большинной степени 2, для большинной степени 2, мы примерно объявим либо нулем, либо единицей, в зависимости от того, происходит или не происходит здесь встреча. Вот, смотрите, значит, что у нас. У нас сейчас движение периодическое, значит, в каждой вершине, ну, там, либо встреча происходит каждый раз, так сказать, вот через каждый час, движение периодическое с периодом час, либо там через каждый час эти муравьи встречаются, либо они через каждый час туда приходят, но в разное время. Два варианта. Ну, вот, в зависимости от этого, мы привезну, объявим либо единицей, либо нулем. Значит, 0, если нет встречи. И 1, если есть. И, наконец, на вершинной степени 3, давайте мы напишем. Значит, если есть с вершинной степени 3, ну, надо посмотреть, в какие моменты времени сюда приходят муравьи. Вернее, даже важны не сами эти моменты, а важно, в каком порядке они сюда приходят. Понимаете, сюда приходят 3 муравья, но какая между ними очередность? Ну, давайте обучить. Ну, хорошо, самое простое, это когда они вообще все одновременно. Ну, давайте с тобой. В какой-то момент, я говорю, монет 0,1, равно. То есть все одновременно. То есть происходит полная встреча. Тогда я напишу, что 0,2 равно или нет. Что еще может быть? Еще может быть, что 2 одновременно. В момент там 1, а другой, а 3, какой-то другой момент. В момент 2. Вот тогда я напишу, что признан 0. Тут, в принципе, знаете, какие 2 одновременно, а какое в другое время, это не важно. Просто по той причине, но это смотря с какой стороны на эту, на эту вот вилочку, на эту перекресток смотреть. Значит, какие-то 2 одновременно, а другой в какой-то другой момент. Вот то, что кто раньше, это тоже не важно, просто потому что разницы-то никакой нет. Движение периодическое. Если этот пришел там в 2 часа, эти 2 пришли там в 2 часа 30 минут, а этот пришел позже в 2 часа 40 минут, то это как посмотреть позже. Что значит позже? Он в 2 часа 40 минут пришел, но потом сколько времени пройдет, пока эти придут сюда. Это все периодически. Значит, кто раньше, тут вообще нет, нет. Тут только два одновременно, а один в другой момент. Тогда так. И наконец, если все три приходят в разные моменты, вот тут возникает 2 ситуации. Два варианта. Значит, если здесь был вариант только один, здесь тоже только один, здесь возникает два. Вот какие это такие разные? Кто раньше? Вот кто раньше, понятно, что раньше понятие относительно для двух моментов, какой из них раньше, как сказать, все периодически, как нельзя сказать, а вот для трех уже можно сказать. Тут есть 2, 2 ситуации. Либо, значит, вот этот первый, этот второй, этот третий, это, вот в таком случае будет один, либо наоборот, наоборот это, вот этот первый, это второй, это третий. Тогда кривизон, говоря, ноль. О, извините, не ноль, а ноль, а инициализм, 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 инициализм. Так, вот сейчас, посмотрите, пожалуйста, вот эта ситуация и эта ситуация, это две разные ситуации. вот здесь, даже нельзя так, с какой стороны не смотреть на вот этот периферсток, вы не увидите такую конференцию. И даже если учтете, что все у нас, время течет по кругу, время у нас течет по кругу, что у нас тоже повторяется, все равно вот эта ситуация, она не сводится к этой, все равно это вот две разные ситуации. Ну вот, короче говоря, вот написаны все, все возможные ситуации, когда степени вершин не превосходят тройки, и тогда, значит, объявляем кривизно, определяем вот таким образом, как написано. Обратите внимание, что здесь кривизна положительно, а именно единица, тогда и только тогда, когда происходит полная встреча. Ну вот, единица здесь, это полная встреча, по определению. Единица здесь, если есть полная встреча, и единица вот здесь, если есть полная встреча. Во всех остальных, получается, я не знаю, либо 0, либо 0, не положительно. Ну вот, а и теперь я готов сформулировать, сформулировать вот это вот, обобщил у нас усиленную лему. Да, значит, вот у нас здесь второе, что там написано, написать вот так, что если взять сумму, суммарную кривизну вообще всех вершин, сумму кривизну всех вершин, то получится двойка, то получится двойка, вот это, вот это, вот это правенство, вот из него, собственно, исследует вот это неравенство. Понимаете почему? А потому что просто, вот положительные, положительные члены, вот в этой сумме, это только вершины полного столкновения. Ну, по определению. Значит, в точности вершины полного столкновения, это положительные члены. Значит, что? В сумме должна получиться двойка, то как угодно? Значит, 2, у тех, положительных членов, ну у каждого положительных члена по единицам по мнению 2 единицы в этой сумме есть, Ну Oh Oh Oh. Значит все, значит есть вот эти вот две точки полного столкновения. Вот это неравенство, которое ниже написано, это просто, это просто мы пренебрегли, пренебрегли в этом разномстве, пренебрегли всем остальным. А вторым это чем пренебрегли? А тем, что там есть отрицательные члены, или могут быть, по крайней мере. Вот для таких вершин, видите, здесь минус единички. В сумме должна получаться двойка. Это значит, есть две точки полного столкновения, но если есть еще какая-то вершина, где эти муравьи пребывают в таком порядке, то значит, есть еще какая-то третья точка полного столкновения. И так далее. Ну вот, вы можете попробовать написать, попытаться аналогично сделать, написать правильную формулу для случая, когда степень вершины больше, чем 3, ну 4, например. Ну, это довольно-таки муторное дело. Здесь есть общая форму, но она довольно громадская. Но с другой стороны, в принципе, можно, конечно, всегда... Ну, по большому счету можно ограничиваться рассмотрением, как рассмотрением таких разбиений, где степени всех вершин это не больше, чем 3. Оно обычно так и происходит. Ну, видите, вот здесь, на этом рисунке степени вершин не больше, чем 3. На этом моем мячике тоже степени вершин не больше, чем 3. Так что, в принципе, даже если этим ограничиться, то уже получается что-то такое нетривиальное и полезное. Ну и по большому счету это почти... Другой эффект от того, что неравенство заменено на равенство состоит в том, что, оказывается, теперь можно уже и для произвольной поверхности значит, правильно... Ну, написание, которое я описываю, подтверждиваю про этих там муравьев. А именно, если мы говорим не о сфере, а о предвольной поверхности, то вот эту двойку надо заменить на что, как вы думаете? Вот эту двойку надо заменить на что? Ну, двойка, это на самом деле это просто елееревая характеристика поверхности. Бойка — это елееревая характеристика сферы, поэтому там и двойка. На самом деле надо писать елееревую характеристику. Елееревую характеристику поверхности S. Ну, большая елееревая. Да, да, да. Теперь я уже хотел поговорить об Алгеме. А доказать теорему-то? Не буду. Значит, не буду я это доказывать, это я оставляю в качестве упражнения. Но в таком расширенном варианте это слишком сложное упражнение, а может даже и более простое, что тут можно просто считать, в конце концов. Ну, ладно, значит, не буду говорить, нет, оставляю в качестве упражнения. Вот, значит, теперь я хотел поговорить немножко о приложении, значит, ради чего это все было придумано. Ради Алгема, ради теории игру на самом деле, сейчас я попробую сказать. Сейчас я попробую сказать, о чем идет речь. Значит, вот смотрите. Вот что такое группа? Я не знаю, наверное, многим здесь знакомо это понятие. Это один из основных, на самом деле, объектов, которые в Алгеме изучаются. Я попробую кратко объяснить, о чем идет речь. Ну, кратко так, это очень просто. Вообще так. Другва. Другва. Это некая новость, правда. Множество. Собираться. Ну, а операция, в смысле, так сказать, ценарная операция, умножение обычно ее называют. Хотя это может быть, что называется ценарная операция. Ну, обычно ее обозначают просто точкой, типа умножения. Или, вернее, даже не точкой, как обычно, умножение обозначает пустым местом. Вернее, даже не пустым местом, а вот отсутствием густого места. И предполагается, что вот эта операция должна обладать некоторыми хорошими свойствами. И дальше перечисляются какие-либо хорошими свойствами. А хорошие свойства, на самом деле, это все, что мы в школе прохорбили, про хорошие свойства, все должно выполняться. Ассоциативность. Добрал я не все, должно выполнять, но много. Значит, должна существовать единица. Ну, что такое единица? Ну, вот абстрактно, это просто такой элемент, такой, что умножение на него ничего не имеет. Умножение на него слева и справа. Вот я сказал, что я набрал, да? Не все хорошие свойства должны выполняться, все мутативность не предполагается. Мутативность, в общем, не предполагается. Такой аксиомы нет. Значит, вот должна быть ассоциативность должна быть, единица должна быть, и еще должны быть, делить можно. То есть для каждого элемента есть обратный. Весь такой элемент, то их произведение дает единица. Обратный элемент. То есть произведение в обоих порядках, ассоциативность не предполагается. Вообще-то из такого другое следует, но во всех случаях напишу, так обычно напишу. Значит, вот, ассоциативность есть единица и есть обратная. Ну, вот и все, все определение закончилось. Тут любое множество с операцией, удовлетворяющими свойствами, это называется группой. Но определение это надо бы объяснить, откуда оно берет. Значит, берется это вот откуда. Это вообще-то, говоря, группы, они везде вокруг нас есть. И вот по какой причине. Вот основной пример здесь. Это просто надо взять что-то. Что-то это, ну, давайте возьмем глаза. На самом деле, можно брать никто угодно. Значит, возьмем квадрат и рассмотрим все его симметрии. Итак, а слово симметрия обычно в математике, ну вот, так сказать, в высшей математике, оно несколько более общее. Это просто отображение в себя, сохраняющее, что там, сохраняющее структуру. В данном случае для квадрата, ну, это, логично, да, взаимооднозначное отображение в себя, взаимооднозначное отображение этого квадрата в себя, сохраняющее расстояние. Сохраняющее расстояние между любыми двумя точками. Ну, давайте, для этого примера. Значит, сейчас. Значит, какие здесь есть... Какие бывают отображения квадрата в себя, которые сохраняют расстояние между любыми двумя точками? Ну, это... Сохраняющее расстояние, значит, что квадрат такой жесткий, сделан там из железа, из дерева, его нельзя растягивать, нельзя ничего. Вот надо так, как-то, так сказать, себя отображать, сохраняющее расстояние. Это что может быть? Ну, вот поворот, можно его повернуть, если это квадратный, можно повернуть, вот это отображение в себя, сохраняющее расстояние. Таких поворотов четыре штуки. Здесь четыре поворота, четыре поворота, а именно на 90 градусов, на 180 градусов, на 270 градусов и на 0. На 0 это тоже считаем. Ну, это дождесное просто отображение, вообще, отображение в себя стоит, просто все точки на месте оставим, это тоже считается. Это тоже сементная, формально говоря. Вот, значит, четыре поворота и четыре отражения. Отражение – это осевая симметра. Ну, тут есть, ну, тут, вот можно его перевернуть, взять и перевернуть там, вот вокруг такой оси, или вокруг другой оси. Всего здесь четыре оси симметра, а именно вот раз-два, а еще вот так вот, в диагонали мы так говорим, четыре отражения. Ну, вот, можете попробовать это доказать, что других симметрий у квадрата нет. Все симметрии квадрата, они считываются вот этими восьми. Значит, это получается восемь симметр. И вот на множестве всех симметрий можно ввести структуру группы. А именно, значит, под произведением двух симметрий надо понимать их композиция. Значит, если есть две симметрии f и g, то произведение fg, ну, оно переводит точку x в fg как x. Симметрия, ну, произведение симметрии — это просто их композиция, то есть надо последовательно их применить. Ну, допустим, если мы возьмем отражение относительно такой оси, а потом сперва отразим вокруг такой оси, а потом отразим вокруг такой оси. Если вы подумаете, либо подумаете, либо возьмете какой-то конкретный квадрат, то вы поймете, что в результате композиции, если проделать эти два преобразования последователя, то получится поворот на 90 градусов в какую-то другую сторону. Ну, это смотря в каком порядке их применять. Потому что они тут некоммунитативные. Значит, если взяли композицию, там, в каком порядке повышится поворот на 90 градусов в одну сторону, а в другом порядке — в другом. Ну вот, поскольку композиция симметрия — это всегда симметрия, ну, значит, получается вот такая корректно заданная операция на обложке симметрии — вот это их умножение, композиция. И вот все вот эти свойства выползла. Ну, потому что, ну что тут? Ассоциативность у нас вообще, ассоциативность композиции отображения, она всегда есть. Если вы берете три, ну, значит, последовательно применять это все равно. Да, все равно надо последовательно применять. Ассоциативность всегда есть. Все эти единицы служат вот это самое тождественное отображение. Ну и, понятно, обратные. Обратные они тоже есть. Этот Y обратный называется X. То есть обратное — это просто обратное преобразование. Ну, обратное к повороту там на 90 градусов по доступу, за повороту на 90 градусов по другому доступу. А обратное к отражению — это оно же самое. Ну, в данном случае так. Ну, основная суть тела состоит в том, что это не только пример. Мы взяли квадрат в качестве примера, а на самом деле можно брать любую фигуру, можно брать, конечно, любую вообще фигуру тела. На самом деле даже не обязательно геометрический объект. Да, вот можно взять этот мячик опять-таки и посмотреть, какие у него элементы и какие отображения этого мячика в себя, допустим, переводят, ну, вот эту карту, которая здесь нарисована в себя, это тоже некоторая группа получится. Я даже не знаю, как она устроена, сколько там элементов для этого мячика, но это можно посчитать, это некая задача, но то, что это группа, это всегда так. А если еще чуть-чуть подумать, то на самом деле не обязательно брать геометрический объект. Можно брать что угодно, не знаю, там, ну, в конце концов, ну, какие-то физические вещи, ну, какие-то молекулы, взять молекулы, там, химия, там, держать всякие молекулы. Но у каждой молекулы есть вот эти вот симметрии, есть, так сказать, так. У всего, чему угодно, есть симметрия. У уравнения тоже есть симметрия. У всего, чему угодно. В общем, если есть что-то с какой-то там структурой, то симметрией следует называть вот отображение этого чего-то в себя взаимоднодначное, которое сохраняет эту структуру. И, если так понимать, то симметрия есть у всего. Ну, возможно, у нескольких нетривиальных, только соответственно, но, в принципе, у всего. А симметрия образовательная группа – да. Значит, вот эти вот свойства, они всегда выполнены. И вот отсюда и получается, что, что бы вы ни изучали, хорошо изучать при этом еще и группу. Потому что, понятно, если понимать, как устроена симметрия, то это всегда сильно помогает. Вот, поэтому группы возникают везде. И везде в математике, в физике, в химии, в общем, везде в науке, не только, наверное, в науке возникает группа. Вот. Ну вот. Так. Да, ну, значит, теперь о чем идет речь? Речь о каких-то таких приложениях вот этих вот геометрических лиц. Ну, тут рассматривается уравнение. А вот что такое уравнение? Значит, вот представьте себе, есть группа, и вот вы хотите найти какой-то неизвестный элемент, который обладает там какими-то свойствами, который выражается, известный элемент этой группы, который выражается на групповом языке. То есть на языке, значит, взятие обнажения и взятие атак. Ну, хорошо, давайте так более знакомые примеры. Вот если вы рассматриваете уравнение, ну, просто уравнение в действительных числах. Ну, это что-то там, ну, не знаю. Вот. Вот уравнение в действительных числах. Собильный изверх. Вот. Вот уравнение в действительных числах. Значит, уравнение раз группами – это примерно то же самое, но только, значит, что? Ну, только, тут нет никакого плюса. В основном, с другой стороны, дело проще, потому что нет никакого плюса. Значит, можно только умножать. Значит, можно взять. Давайте здесь. А, да, с. А. Значит, когда мы рассматриваем уравнение на плюс, значит, мы можем только умножать, чтобы в таком уровне. Ну, да, с этой точки зрения проще. Но с другой точки зрения немного сложнее из-за того, что нет коммутативности. Вот, допустим, я напишу, вот пример уравнения над группой единицы. Надо писать вот эту единицу группу. Вот пример уравнения над группой. Но, кстати, коммутативности нет, поэтому я не могу перебросить, написать, что это то же самое, что Аb х квадрат равно е. Вот это другое. Это не есть средство этого. Из-за того, что нет коммутативности. Поэтому уравнение, вообще говоря, над группой, оно, значит, устроено как. Давайте я более общий какой-то пример подпишу. Могу написать что-то в таком уровне. Ах квадрат по вкусу. Потом идет снова коэффициент. Переставить я с х, я его не могу. Потом идет, ну, опять какая-то степень х. Возможно, отрицательная. Потому что, ну, тут у нас есть обратное. Это тоже может уравнение встречаться. Возможно, отрицательная степень х. Потом идет снова какой-то коэффициент. Потом, ну, нет, да. Равно изменится. В принципе, в правой части тоже я могу написать какое-то там такое выражение от иксов и с коэффициентами. Коэффициенты, это вот какие-то известные типы элементы группы. А иксы будут неизвестны. Вот это уравнение. Так вот, да, в правой части тоже может стоять какое-то выражение, вообще говоря. Но тут так же, как и в нашей школьной математике, все можно перенести в одну часть. Почему? Ну, потому что просто есть обратное у нас. Если в правой части там что-то стояло, то мы можем обе части умножить на обратное, и в правой части ничего не останется, кроме единицы. Если здесь стоял какой-то элемент, ну, я знаю, как бы здесь стоял икс в правой части, мы умножим обе части на икс минус первой, допустим, справа. Значит, тогда мы получим аэффициент прозрастное и с истинное сметрие и с икс равно е. С равно е. Я умножил справа на икс минус первой и полной части. Значит, если какие-то две штуки равны, то, конечно, их умножить на что-то тоже получится равная вещь. Это честно. Я умножил. Здесь, правда, в силу того, что коммутативности нет, умножать можно слева на обратное, а можно справа. Это разные вещи. Вот здесь я умножил справа, начали подборываться, коробить этот, икс этот. Справа осталось единицы. Так. В общем, вот уравнение надгруппы – это какая-то такая вот вещь. И иногда полезно вот лишать уравнения надгруппы, пытаться найти решение. В принципе, ну, часто бывает, что решения нет, и вот иногда бывает даже хуже, чем то, что наблюдается вот с обычными такими уравнениями в числах. Решения нет, и как бы и не может быть. Знаете, теперь я какой-нибудь пример напишу вот такой ситуации, когда решения нет, и не может быть. Это уравнение, самый простой пример – это вот такое вот уравнение. Вот представьте себя, вот такое вот уравнение. Можно, конечно, перенести в одну часть, но я этого делать не буду. a и b – это какие-то элементы группы, x – это неизвестно. Вот представьте себе, что a в квадрате равно единице. Ну, так может быть. Сам a может и не равен, единице в единице группы. А, значит, самое не равен, единице, а квадрат равен, единице. Ну, так вот даже вот в этом примере вот эта симметрия, ну, отражение относительно какой-то оси, вот она так себя ведет в квадрате, это тождественное изображение. То есть это два раза. Перевернуть этот квадратик, а потом еще раз перевернуть. Что получится? Получится, что все точки на месте. Тождественное. Значит, квадрат равен, единице, самый элемент не равен. Ну, вот, мы представим себе, что этот a обладает таким свойством, а b нет. А b не обладает таким свойством. b квадрат не равен, единице. Вот я утверждаю, что в такой ситуации у такого уравнения решений нет и не может быть. А именно вот почему. Допустим, что какой-то такой x нашелся. Мы разведем обе части в квадрат. Возведем в квадрат, значит, умножим на себя. Ну, давайте я честно умножаю на себя. x минус первой a x, x минус первой a x равно v на v. Вот эти x сокращаются. x на x минус первой это по определению единиц. Значит, потом возникает a на a. a квадрат это у нас по условию единица. Значит, они тоже сокращаются. Остаются вот эти x, но они тоже сокращаются. Что получается? Слева остается единица, а справа остается b квадрат. Ну, видите, а b квадрат у нас не равен единице. Противоречие. Значит, что можно про это уравнение сказать? Оно такое вот плохое. Значит, тут решения нет. И нет не за счет того, что группа слишком маленькая, что просто, ну, не знаю, как там, в рациональных числах нет решения вот такого уравнения. Так? Его нет в рациональных числах, потому что рациональных чисел слишком мало. Это да. Но вот здесь вот ситуация хуже. Значит, решения нет не потому, что группа маленькая, а потому что вообще его не может быть. Нельзя группу никак расширить так, чтобы решение вот такого уравнения появилось. Ну и вот, мне остается пока кратко сказать, значит, как эта лемма применяется. Гарберс сформулирует теорему, которая показывается, используя вот эту вот лему, ну, вернее, не то, что это слово «используя», это это ключевой момент доказательства. Все остальное — это некие стандартные вещи, которые вы когда-нибудь узнаете, наверное, если поймете численно не хватает, будет специализироваться в теории группы. Значит, вот такая теорема. Значит, если у нас группа G без вручения, как говорят. Вручение, без вручения это означает просто вот что, что если какой-то элемент в какой-то стандартной даёт не единицу, то он сам равен не единице. Вот нет такой вот ситуации, ну, вот как здесь, что какой-то элемент в единице не равен, а в квадрате единице теперь. И пусть есть какое-то уравнение. Давайте, в общем случае, уравнение выглядит так. x в степени n1 на a1 на x в степени n2 на a2 на и так далее, и так далее, и так далее, равно я. Ну, я перенес всё в этом сейчас. Справа с этого элемента. И, допустим, ещё, тут важно, что такое вот эта сумма эдмита. Сумма вот этих показателей. Эти показатели, они могут быть положительные, отрицательные, и на самом деле важна их сумма. Вот в этом примере сумма была 0, и это плохо, потому что это выраженный случай. В этом примере тоже сумма 0. А вот предположим, что у нас невырожденный случай, и более того, сумма равна единице. Сумма этих равна единице. Давайте, например, x в степени n1 на b на c. Вот, нитривиальный пример. Здесь сумма равна единице, показатели. Вот, ну и утверждается, что тогда у такого уравнения имеет решение, но вообще говоря, в некоторой большей группе содержащей G, в некоторой группе H, которая содержит группу G, самой G может решение не найтись вот из-за того, что она слишком маленькая. Но вот это единственное препятствие. Значит, не возникает вот такой вот ситуации, когда уравнение в принципе не может быть решением. Вот такого здесь быть не может. Это, да, ну вот это было доказано с помощью геометрической техники. К сожалению, у меня совсем нет времени, чтобы сказать, значит, при чем тут геометрическая техника, как она прилагается к группам. Но на самом деле, можете почитать, в 2009 году в Матросвещении я написал статью, где вот это объясняется. Там речь не идет про эту вему, не про ее обобщение, но объясняется, какое отношение вот эта геометрия, разбиение там поверхностей имеет к теории группы. Это давно было замечено. Я придумал это, так сказать, хорошо известно специалистам, что имеет самое прямое. Вот. Да, вообще, некоторые люди вообще говорят, что теория группы и, так сказать, маломерная топология это вообще одно и то, скажем, на разных языках. Да, ну это не то чтобы одно и то же, но действительно это очень сильно связано. Ну и вот удается доказать. Видите, чисто алгебраический факт. Речь идет про какие-то там абстрактные множества с операций. Все. Никакой геометрии нет. Но, на самом деле, доказательство основано. Ключевой момент – это вот это вот. Проправду. Все-все. Спасибо.